здравствуйте мои подписчики и гости моего канала сегодня буду делиться с вами своим рецептом фирменных котлет их можно сделать как в панировке так и без панировки и они получаются очень сочные и вкусные вот это котлеты без панировки а жарилась она все вместе жарилась видите какая сочная вот эта котлетка в панировке а для приготовления котлет нам понадобится шейка свиная она очень хорошо подходит она у нее есть немножечко жирка и в этом случае не нужно дополнить дополнительного жира добавлять если говядина то я бы порекомендовала добавить наверное курдючный жир это будет вкуснее это бараний вот в шейку не нужно ничего добавлять 2 луковицы яйцо 2 столовых ложки сухой чеснок соль панировочные сухари кусочек хлеба который я замочила при предварительном молоке масло подсолнечное без запаха можно оливковое хлопковое какому вы привыкли моем случае это подсолнечное и кусочек сливочного масла вот это все мне теперь нужно будет мясо и лук и хлеб провернуть через мясорубку а дальше все увидите сами до хотела добавить если у вас нет мясорубки то котлеты тоже можно легко сделать достаточно купить фарш и провернуть не провернуть а протереть репчатый лук через на терке да но тут конечно без слез не обойтись но за неимением если сломалась мясорубкой или ее нет то в принципе такой неплохой выход и можно всегда сделать котлеты сухой чеснок соль яйцо теперь все это нужно перемешать хорошо хорошо ничего страшного если он слегка жидко вот котлеты будут сочнее неудобно одной рукой сейчас все перемешаю вот такой у нас с вами замечательный фарш получился вот все перемешали так включаем сковородку пока на большой огонь зажгли добавляем нее наше растительное масло такой объем и я добавляю еще кусочек сливочного масла так что дальше мы делаем а дальше мы берем небольшое количество фарша и начинаем его отбивать в руку делаем мы это для того чтобы вышел весь воздух если так сделать то котлеты не будут разваливаться вот можно и сделать круглыми можно овальными какие хотите вот и я обваливаю в панировочных сухарях так так как моя сковородка еще не разогрелась поэтому я делаю следующую котлетку а я вам сейчас покажу можно даже сделать без панировочных сухарей котлеты не развалится самое главное хорошо прям берете вот такая об ладошку бьете можете сделать побольше можете поменьше котлетки какие вам удобно так это я еще особо тоже ну вот для чего я добавляю сливочное масло котлеты получаются с очки и я уже понимаю когда мне можно будет начинать их жарить вот хорошо прям отбиваем желательно когда вы все сделали весь фарш уже не оставляйте его потому что сок от лука будет отделяться и от мяса вот чуть-чуть видите у вас уже цвет масло поменялся вот давайте мы тут котлетку не будем углалили по поводу него как он видел ну и начинаем выкладывать свои котлетки вот какая красота поправняли чуть-чуть так вот уже можно убавить немножко сковородочку на средний огонь убавила вот такая вот такая у нас красота с вами сейчас будет так вот как и есть вот вот Смотрите продолжение в следующей серии. Так, но все впихнуть невозможно, поэтому это, наверное, уже будет две котлеты на другой маленькой сковородочке жарится. Вот видите, какая у нас с вами красота получается. Начинаем, мы переворачиваемся аккуратно. Ничего не подгорает, нормально. Не прилетает. Они такие красивые. А вот это у нас котлетка с вами, которую мы не обваливали в тумировочном порядке. Можно было чуть-чуть пораньше ее перевернуть. Потом у меня муж говорит, кругом 16 не бывает. Сейчас мы еще разочек немножечко с этой стороны обжарим, а потом я их еще разочек переверну. Теперь я уже убавляю совсем маленький огонь делаю и переворачиваю еще раз их. Смотрите, как они красивые. Аппетитные. А вкусные. Вот если не полейники, то у вас тоже будут вкусные котлеты. Вот. Не помню, это переворачиваю. По-моему, два раз перевернула. Но ничего. После того, как наши котлеты пожарились, я обычно их выкладываю на бумажное полотенце. Ну, это я так делаю, потому что мне кажется, чтоб лишний жир ушел. Вот одна немножечко отвалилась, кусочек, значит плохо я ее отбила. Вот. Выкладываем. Это наша, которая без панировки.